На часах 11.07, понедельник, и на нашей радиостанции традиционный дневной разворот двухчасовой. Сразу хочу немножко заглянуть вперед. Буквально через час у нас будет во втором части, во второй половине программы в гостях Владимир Карабанов, координатор проектов Кировской областной общественной организации общества знания, так сказать. Новости будут, новые проекты, театры для пожилых и другие новые проекты, которые общество знания реализует. Об этом мы будем говорить во втором части. Ну а в первом части, я думаю, новость, которая для жителей города сейчас, наверное, самая актуальная. Недавно стало известно, что завершились подведены итоги конкурса, который бы объявлен был на замещение, так сказать, вакантной должности. Ну, не вакантной совсем, но в принципе должности главы администрации города Кирова. И объявлена фамилия победителя этого конкурса. Им как бы стал Илья Шульгин, который сейчас занимает должность заместителя председателя областного правительства. И, собственно говоря, об этом я предлагаю сегодня поговорить. Да, поговорить с кем? Да, поговорить с кем? Да, вот, во-первых, значит, сразу хочу представить, что ведем программу мы вдвоем. Меня зовут Николай Голиков, голос, который вы слышали, голос Светланы Занько. У нас в студии Дмитрий Русский, депутат Законодательного собрания Кировской области 4-5 созывов. Дмитрий Михайлович, добрый день. Добрый день всем слушателям, будущим. Да, то есть те люди, которые будут говорить об этом в студии, я назвал всех. Кроме того, у нас есть телефон, он называется 211-101. И любой, кто хочет высказать свои пожелания будущему главе нашей администрации городской, может нам позвонить и поделиться своим видением того, что предстоит делать новой городской администрации. Ну, собственно говоря, у нас такой классический эфир, который называется «Собираем пожелания жителей города новому сети-менеджеру». Да мы постоянно это делаем, как только назначают нового главу Думы или сети-менеджера, назначают нового, который у нас... В общем, эти все назначения в последнее время что-то как-то с такой регулярностью случается. Кто-то уходит, кого-то снова ставят. И мы все время советуемся с вами, горожане, что нужно передать главе города тому или иному главе городской думы или администрации, с чего ему начать, на что обратить особое внимание, что больше всего вас тревожит. Свет, я думаю, тут такая интересная программа прорисовывается. Нам на самом деле вспомнить то, что желали горожане предыдущему главе администрации, да, нам как-то надо было... И предыдущему, и до него. И предыдущему, и предыдущему собраться, посидеть, посмотреть, повспоминать и подвести как бы такой итог. А, собственно, что было... Как меняется ощущение горожан. Как меняется ощущение горожан, и что из их пожеланий все-таки выполняется, а что нет, что игнорируется. Интересный на самом деле момент, потому что мы тут, естественно, до эфира общались со всеми коллегами, которые сейчас в студии, и говорили, да ничего не меняется, все то же самое будет говорить. Однако, друзья, я помню, что в прошлые разы очень часто горожане говорили «дороги, дороги, дороги, дороги». Это был пункт номер один, а в этом году «дорога». Когда у нас пришла новая глава города Елена Васильевна Ковалева, и когда тоже стали слушатели звонить, опять звонили и говорили «дороги, дороги, дороги». Потому что часть дорог, мы видим, прекрасно сделаны, часть дорог остались такими, какими были. Смотрите, я тут свою таблетку внесу. Вообще, если не память изменяет, в городе Кирове там 660 километров дорог. В этом году за счет по программе «Платон» федеральных денег сделали 80 километров. Это 2017 год, и в следующем около 100. То если мы там сложим 2017-2018 год, это 200 километров и 660, это всего 30%. В данном случае в ближайшие 3-4-5 лет проблема дорог однозначно будет оставаться, потому что она всех беспокоит, и мы все-таки живем в 21 веке, а не в 19-18, когда отсутствуют вообще дороги как таковые. Вот мы начнем сейчас с вас, Дмитрий Михайлович. Давайте. И, кстати, вот еще погоди, просто на тему дорог закончили. Про дороги, да. Дело в том, что, смотри, когда делают хорошие новые дороги в центре города, где-то еще люди, которые мне сделали, тем более видят, насколько плохо у них-то. Тем более хочется пожаловаться. Мы же сегодня видим, что еще и сейчас спрос идет не только на дороги, а на качественные дороги. На качественные. Сегодня уже все хотят иметь не просто направление, а качественные дороги. А мы сейчас, что значит они все хотят? Вот они все пускай нам звонят. Это жители нашего города. Я буду звонить и говорить свою точку зрения. Давай, вот раз ты тут сидишь, то, пожалуйста, выскажись, что ты думаешь, с чем придется столкнуться господину Шульгину? На что Илье Вячеславовичу нужно обратить особое внимание? Вот прежде всего, с чего начать? Ну, знаете, как бы уже на моей памяти столько сменилось глав администрации, или как мэров городов, то уже, в принципе, там лозунги и все эти... Программы действия. Они практически одни и те же, потому что, по большому счету, ничего не меняется. Мы будем надеяться, что главный лозунг, который я бы услышал и хотел бы сказать Илье Вячеславовичу, что давайте все-таки мы снова начнем из города Кирова делать город Киров. Да, вот именно из города делать город. Потому что в последнее время, мне кажется, что город начал превращаться в какую-то большую деревню. При всем при этом, там основные вещи, которые всегда были присущи городу Кирова, особенно в советское время, там в 80-е, в 90-е, в 70-е года, да, мы говорим, что эту картинку мы вообще все потеряли. То, что делали наши родители и бабушки, и дедушки, они строили реально город Киров, да, который был комфортный, чистый, зеленый. Мы эту последние 10 лет направление полностью потеряли. Да, и сегодня буквально кто-то в Фейсбуке очень много выкинул различных старинных фотографий строительства Октябрьского проспекта, и как город выглядел в 70-м, 80-м годах, да. Ну, слушайте, но при всех вещах, которые сегодня есть там в современности, это все-таки 21-й век, город прекрасно выглядел в 70-е, 80-е за счет чистоты, за счет своей зелени и за счет того, что городские власти, как и кировчане, очень любили свой город и хотели сделать его лучшим в Приволжском округе. Да, вот я бы и хотел, чтобы мы снова вернулись бы на это направление, чтобы мы хотели бы все-таки город Киров сделать лучшим в Приволжском округе. Ну, сейчас обратимся к тому человеку, который, может быть, лучше нас с тобой помнит, что было с городом до 90-х годов, 70-е годы, которые ты вспомнил. Я тоже прекрасно помню, благодаря нашим программам «Урбан», где архитекторы рассказывали о планировании городской среды, о том, какие существовали генеральные планы, какие проекты существовали, потрясающе. Ребят, ну я в это время просто там живу, все это видел. Нет, смотрите, какие были архитекторы и как работала городская власть по отношению ко всему. Вот давайте Василий Сураев у нас на связи, руководитель фракции «Справедливая Россия» в ЗАГС «Обрали» Кировской области. Алло, алло, алло. Нет, это не Василий Куприянович. Алло, это жительница. Это Заниска Рожанка, Нина Владимировна. Нина Владимировна служит. Я полностью поддерживаю Дмитрия Русских, потому что он вот прямо с меня с языка снял. Город был чистый, зеленый. Понимаете? И вот у нас гости когда приезжали в другие города, говорили, у Вас такой зеленый город. Мне было так приятно это слышать. А сейчас вот к сожалению, к огромному сожалению, получается, что наш город становится очень грязным. Потому что и считать газоны, и считать деревья, вот особенно по Московской я езжу, такие большие зеленые насаждения, которые вот уже полвека, наверное, есть, вырубаются и не восстанавливаются. Почему у нас проектируются такие, как сказать, поддерживаются такие проекты, которые вот... У нас проектируются только есть, а зеленый, не вопробь, где-то должно быть по проекту, озеленяться. Понимаете? Вот эта новая точка построенная, она должна озеленяться. Нина Владимировна, давайте резюмируем. А по дорогам? По дорогам чистые пруды, вот где ходит общественный транспорт, вот это полотно даже не приподняли, где идет грунтовая дорога, вот поворот к детскому саду первому, который был построен там. Там такой небольшой перекресток, и вот в сторону детского сада идет асфальт, а грунтовая дорога идет в противоположную сторону. Слушайте, грунтовка выше, чем асфальт. Ну это просто безобразие. У нас там всегда огромная лужа. Да, Нина Владимировна, понятно. Значит, следующее, резюмируем, что вы говорите. Во-первых, грамотное озеленение города, да, если вырубают, то сажаем. Второе... Если что-то проектируем, то проектируем сразу зеленые зоны. Да, сразу зеленые зоны. Совершенно верно, как раньше делали. Второе, чистый город. И третье, нужно, чтобы специалисты следили за ремонтом дорог, потому что даже отремонтированной дорог, вызывают огромные вопросы у горожан. Спасибо большое. Совершенно верно. 211-101 номер телефона прямого эфира. Я сейчас попрошу нашего продуктера связаться с Василием Сураевым, который, я надеюсь, выйдет сейчас с нами на связь. И мы у Василия Куприяновича спросим, так ли был хорош город действительно в 70-е годы. Пока его набираем, ты можешь Колю сказать несколько слов на эту тему. Да, и Свет, мы тоже скажем, что в середине 80-х, в конце 80-х город на самом деле был хорош. А, уже и 80-е, да? Это детские воспоминания, может быть, просто. Да, да, нет, но есть картинки, есть фотографии, есть даже документальные фильмы, которые показывают иногда... Мы сейчас не вернемся с тобой в 80-е, 70-е, что мы не можем Шульгину сказать, верните нам 80-е годы. Нет, но речь не идет о том, чтобы вернуть 80-е годы. Речь идет о том, чтобы вернуть отношение администрации к городу, чтобы оно было таким, каким оно было в 80-е годы. Да, отношение администрации к городу, это как раз тот момент, на котором Василий Куприянович Сураев, который все-таки с нами уже на связи, насколько я понимаю, не раз говорил здесь в этой студии, что оно потеряно конструктивное взаимоотношение, когда город обращается к бизнесу, зачем-то бизнес обращается к городу, и они друг друга понимают и помогают. Василий Куприянович, вы с нами на связи? Да. Правильно же я помню вашу одну из непретензий, а пожеланий, что городская администрация должна слышать бизнес, а бизнес городскую администрацию готов услышать, но только взаимоотношения должны быть на каком-то, на бритетных началах, да, взаимовыгодные. Партнерские. Значит, действительно это так, но город, городская администрация и городская дума должны слышать и не только бизнес, они должны слышать и население города Кирова, потому что есть очень много проблем, которые волнуют население. Паритетное начало, на котором сотрудничают бизнесмены и администрации, ну в первую очередь бизнес должен честно, в полном объеме и своевременно платить все налоги и сборы, которые положены. Далее он должен содержать в надлежащем состоянии свою территорию и участвовать в мероприятиях, которые проводит город, ну, к примеру, по проектам местных инициатив, и оказывать поддержку школам, детским садам. Ну, организациям как бы таким социальным, да? Да, социальным организациям. Ну, это ваша позиция, и вы не раз тут рассказывали, как ваше предприятие это делает. Мы сейчас собираем пожелания Илье Вячеславовичу Шульгину, который все-таки, видимо, уже точно будет утвержден завтра Думой в должности главы администрации. Как вы думаете, с какими проблемами ему придется столкнуться? Ну, самые главные проблемы, которые есть, и задачи, я бы сказал, которые стоят перед администрацией, это в первую очередь надежно обеспечить Кировчан теплой, водой и электроэнергией. Что для этого надо? Это надо сохранить в собственности города важнейшие предприятия, обеспечившие теплом, энергетикой и водой и канализацией. То есть, это гороэлектросеть и водоканал. Потому что, ну, насколько известно, что есть уже претенденты, чтобы эти объекты попали в частную собственность. Этого ни в коем случае нельзя допускать. Это залог экономической и энергетической безопасности всего населения города Кирова и предприятий. Так, это первое. Это первое. Давайте еще второе хотя бы. Ну, давайте второе. Вот то, что ведется сейчас стройка, строительство жилых домов, ну, я бы сказал, таких высоток или небоскребов в старой части города. Значит, это приносит за собой проблемы в водоснабжение, в водоотведение, в электрообеспечение, транспортные пробки, значит, вопросы стоянки автомобилей. Вот, наверное, надо строительство таких осуществлять комплексно на таких территориях, как вот строятся там чистые пруды, значит, Солнечный берег и Урванцево, и в других районах вести такое строительство. Здесь необходимо, чтобы дома строились определенной высоты, определенной этажности, не более. Потому что это создает проблемы. И у нас здесь надо сравнить, он, наверное, бывал во многих городах, тем более он из Татарстана, как это происходит, к примеру, в Казани, как это происходит в Евгкале, как это происходит в Саранске и других городах. Ну, и еще один вопрос такой у меня последний. Вы хорошо знаете, Василий Куприянович, кто у нас работает в городской администрации, команду городской администрации, чиновников. Как Вы думаете, вот этот человек, который, как Вы говорите, из Татарстана, Илья Шульгин, да, ему есть с чем сравнивать, мы тоже прекрасно можем сравнить. Он с этой командой, которая сейчас работает в городской администрации, сможет решать вопросы в современной парадигме? Не по остаточному принципу, не поглотит ли его рутина? Вы знаете, здесь зависит от того, какой будет состав администрации. Я не считаю, что нынешний состав администрации в полном объеме выполняет то, что ему положено. То есть ему придется принимать кадровые решения? Да, принимать какие-то решения, исходя из того, из приоритетов. И для того, чтобы в городе вопросы решались, необходимо эффективно использовать и городской бюджет, и эффективно привлекать средства федерального бюджета. Но это делать можно только с правительством Кировской области, потому что есть необходимость реконструкции сетей и воды, и канализации в городе Кирове. Есть необходимость строительства западного объезда города Кирова. Значит, есть еще другие вопросы, которые очень влияют на состояние, в том числе, экологическое в городе Кирове. Спасибо. Василий Сураев, руководитель фракции «Справедливая Россия», в ЗАГС-обране Кировской области, гендиректор Кировского молочного комбината был с нами на связи. Мы сейчас проверимся на полминуты, после чего снова будем обсуждать, с какими проблемами и важными решениями придется войти сейчас, выйти на новую дорогу Илье Шульгину, который становится главой администрации Кирова. Продолжается программа «Дневной разворот». Илья Шульгин становится главой администрации. Я ведь изменила слово в нашем заголовке. Не стал главой администрации, коллеги меня поправили. Подожди, говорит, еще Дума, еще вот пока. То есть все о Дума послезавтра. Стал главой администрации Кирова. Наказы новому сити-менеджеру, рекомендации и проблемы обозначаем в нашем развороте. 211-101, номер телефона прямого эфира. У нас на сайте хакирова.ру и в нашей группе ВКонтакте есть опрос. Я сейчас попрошу Колю зайти в ВКонтакт, а сама буду смотреть. Коль, научись уже ВКонтактом пользоваться. Что ж такое-то? Я даже компьютер тебе включила сегодня. Так, а нас хорошо. Сейчас посмотрим на сайте, что происходит. С новым главой администрации Кирова считаю, что... У нас четыре варианта ответа таких очень интересных. Я думаю, их надо все-таки озвучить, как сейчас говорят. А сейчас мы и озвучим, да. Первый вариант такой мне очень нравится. Это Володя Сметанин придумывал, да? Эх, заживем! Почти 15% на сайте считают, что их заживем. Молодцы, молодцы. Слушай, у нас есть все-таки оптимисты в городе, да? Мы всегда живем с верой и с надеждой. Еще вспомним добрым словом предыдущего сити-менеджера. 26% на сайте. Вот так вот. Изменений к лучшему не почувствуем. 26%. И не знаю, надо посмотреть. То есть больше половины на сайте считают, что еще вспомним добрым словом предыдущего сити-менеджера. Изменений к лучшему не почувствуем. А больше половины скептически... Ну, это в принципе одно и то же, да? Да, да. Ну, то есть скептически относятся к этому назначению. Не знаю, надо посмотреть. Все-таки дают шанс 32%. Большой процент шанс. Да, да. И 15% говорят, их заживем вообще. То есть тоже половина. 50 на 50 сейчас. 50 на 50. 211-101 номер телефона прямого эфира. Ну, вот смотрите. Василий Каприянович сказал, что все-таки придется принимать... Придется принимать решение... Кадровое решение. Кадровое решение принимать Илье Шульгину. Мы сейчас у следующего нашего спикера спросим, что он думает по этому поводу. Будет ли это проблема и сможет ли сформировать эффективную команду Илья Вячеславович. Алло, добрый день. Да, здравствуйте. Азиз Алиевич, здравствуйте. Азиз Агаев, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информа». У нас сейчас на связи. Наш постоянный эксперт. Азиз Алиевич, как вы думаете, будет ли действительно эта проблема формирования новой команды? И станет ли Илья Шульгин формировать новую команду, как только заступит на пост главы администрации Кирова? Ну, я думаю, что для него это будет необходимо, потому что если вообще он будет ставить задачи какие-то старые или новые, он должен будет проанализировать, как выполнились старые и какие новые задачи ему надо выполнить. И, соответственно, под это нужно подбирать людей. То есть он будет людей подбирать под задачи, которые будет ставить, да? Да, конечно. Потому что, собственно говоря, вот я как житель города вам хочу сказать, что самого Илью Шульгина поставили, мне не совсем понятно по какому принципу. Ну, или поставили. Принцип понятен, на самом деле. Ну, расскажите, мне пока не понятно, расскажите. Вот Илья... Ну, только вопрос политической цельсообразности. То есть это политическое решение? Это только политическое решение. Чье? Чье политическое решение? Ну, я считаю, что прежде всего, ну, у губернатора. Вот. А так как у нас Единая Россия легко и просто прогибается под губернатора при любом варианте, то есть это, наверное, типа консенсусное решение там верхушки Единой России. Так. Азиз Алич... Или в переводе местных бояр. Азиз Алич, смотрите... Я согласен. Да, ваш местный бояр. Единая Россия, да. То есть это значит, что договорились, я так понимаю. Это определенное соглашение между двумя сторонами. Между нашим олигархической верхушкой нашей и... Я вам скажу так, что особого согласия нашего местного бизнес-элиты там или бизнесменов никто так не спрашивал. Он на всякий случай, типа, наверное, спросили, ну, вы там не против? Вот и все. Ну, они сказали, нет, не против. Пусть будет. Ну, они, конечно, сказали, нет, не против. Ну, собственно говоря, что-то... Ну, до последнего держались в сторону перескока. Ну, я не знаю в этом смысле. Наверное, в Миссии раз об этом говорит, ему что-то неизвестно по этому поводу. Азиз Алич, вот такие у меня два вопроса, которые, собственно говоря, появились после речи Василия Сураева здесь у нас в эфире. Во-первых, он сказал, что городу необходимо будет прилетать федеральные средства, и это может сделать только человек, который плотно будет работать с правительством. В таком случае, получается назначение Ильи Шульгина, выбор Ильи Шульгина там, да, назначение Ильи Шульгина, это позитивный момент для города, поскольку раз он человек губернатора, как вы говорите, то он будет, вот, сам Бог велел, то есть он уже работает в связке с правительством. С этой точки зрения, конечно, это позитивный момент. Но смотрите, вы должны, наверное, все посмотреть, ну, мы все должны посмотреть на областной бюджет, на его доход, и на федеральный бюджет. В этом смысле я хочу вам сказать, что никаких предпосылок для того, чтобы каких-то дополнительных, очень больших денег городу выделялось, я пока не вижу. Логично. Окей, мы видим. Второе, что хочется спросить у вас, Зиза Ильич, вы говорите, что команду надо будет формировать под задачи, а как он ее будет формировать? Мы с вами видим, что и областного правительства команда до сих пор не сформирована. Из кого он будет формировать? На кого он будет опираться? На кого опираться у нас тут, действительно. Честно говоря, что для области, что для города, важным является формирование стратегии России. Пока ее нет, формироваться команда будет по принципу. И там знакомый моего брата, друга, свата. Ну, то есть, как всегда, да? Как обычно? Да. По принципу личной преданности. Да. И люди будут приходить и уходить в зависимости от того, значит, вот они на этом посту как себя проявили. Ну, не сказали ничего лишнего. Не двинули кого-то куда-то. Не связано ли там с взятками или с какими-то еще преступлениями его, там, людей в те или иные моменты в жизни. Поэтому я считаю, что пока не будет. В общем, это очень похоже на тот конкурс, который прошел на замещение должности главы администрации. Тайно в какой-то комиссии были представлены, прошли какие-то тесты, представили реферат, который хотелось бы послушать на тему эффективного управления городским хозяйством и социальной сферой города. Вот бы горожанам-то интересно было послушать, что там кандидаты говорили. То есть, вот здесь будет примерно так же. Нравишься, не нравится. Свой, не свой. Я хочу, Светлана, вам сказать, что вопрос даже в том, что не реферат должен был бы быть, а хотя бы концепция стратегии развития города у тех, кто пытался возглавить администрацию. В общем-то, разумно. Потому что реферат из института знаем, что это такое. Да, Азиз Алич, время у нас поджимает, сейчас будет перерыв. И все-таки Илья Шульгин вступает в очень серьезную должность. Нам с ним жить какое-то время. Безусловно, он будет влиять на развитие города. Давайте ему пожелания какие-нибудь такие пошлем, чтобы он понимал, что мы ждем от него. Я, честно говоря, много чего от него жду. И скажу, что задача нелегкая. Поэтому я им желаю успехов и удачи. Если вдруг понадобится чья-либо помощь, я думаю, что эти люди должны, в любом случае, понимая задачу, по мере силы, возможности оказывать ему эту помощь. Потому что, по моменту, мы будем не Илью Шульгину, а городу. Понятно. Спасибо Азиз Агаев, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-Имфор». Был с нами на связи. Ну вот три спикера были сейчас с нами на связи. И начинал еще Наталья Михайлович Русских, который здесь находится. На первом месте у всех стоит чистота. Потому что мы выросли в чистоте. И любой нормальный человек хочет чистоту и гигиену. Точно так же, как и в школах, и в детских садах, и в спортивной школе. А чистоте, кстати, Ковалева высказалась. Но об этом уже после перерыва. Ну хорошо. Поздравляем Колю Голикову. Поздравляем Колю Голикову. Колю Голиков научился открывать на страничку ВКонтакте. Я хочу просто сначала перед тем, как объявить то, что у нас происходит на голосовании, еще свои пять копеек ставить в разговор о том назначении Шульгина. То есть, как там согласовывалось. У нас две должности в городе, да? Поэтому прийти к консенсусу довольно-таки легко. То есть, глава города может представлять интересы, как тут сказали, местных боярах, условно говоря. А глава администрации может представлять интересы. То есть консенсус достигнут за счет того, что фигуры две, поэтому мы особо спорим. Дума наша, а исполнительная ваша. Вы так и не договорили, Николай. Вы сказали, что глава города, который возглавляет Думу, представляет интересы местных бояр, а глава администрации представляет интересы. Интересы губернатора Кировской области. Ну, как бы все поделено. Все нормально. В этом плане как бы они будут... Сейчас главное, чтобы они договорились именно в своем персонале. Разделили свой функционал. И кто за что отвечает. И еще, кроме того, чтобы разделили, еще хорошо бы, чтобы выполнялись. Выполняли, да, согласен. А я насчет теперь опроса скажу. У нас тут немножко другая совсем ситуация. Вот этот великий лозунг «Эх, заживем», который мне понравился. Вконтакте другая, отличается ситуация. Всего 5% так оптимистично настроены. И наоборот, больше половины, сразу 51%. Изменения к лучшему не почувствуют. Уверены, что не почувствуют. А еще вспомним добрым словом. Не знаю, надо посмотреть. Тоже очень большой процент. 32% треть говорят, что давайте подождем, посмотрим. А насчет, добрым словом, предыдущего вспоминать хотят только 10%. Ну, 60% ни на что не рассчитывают и не ожидают никаких позитивных изменений. Да, но здесь гораздо вот так как-то более поляризованное. Ну, это, на самом деле, печальная картинка. Без веры и надежды. Это то, что мы очень много говорили, что последние выборы в городскую думу показали, что явка очень сильно падает, потому что нет доверия. А то вот мы сегодня по голосованию это все подтверждаем и видим, что, к сожалению, пропасть между властью и населением такая большая, что она с каждым годом растет. Это очень плохой тренд, на самом деле. Ну, мы уже тоже в перерыве поговорили о том, что откуда оно возьмется доверие, когда его эксплуатируют многие годы. Да, все приходят с благими намерениями. Голосуйте сердцем, поверьте нам, поставьте на меня. В итоге ничего не меняется, естественно, веры процент снижается. Да, но вот ситуация на сайте в вопросе не изменилась. По-прежнему 50% считают, что с новым главой администрации Кирова ничего не изменится. Еще будем вспоминать прошлых. А 50% дают шанс Илье Шульгину. А мы не только даем шанс, мы собираем ваши пожелания и рекомендации. На что обратить внимание новым главе администрации города Кирова Илья Вячеславович Шульгин, скорее всего, будет утвержден в эту среду на заседании Городской думы в своей должности. А в следующий вторник представит доклад. Вот там он представит доклад о своем видении развития городской территории. Но от себя я могу сказать пока что слушателям только одно. Илья Вячеславович Шульгин не склонен разговаривать с прессой активно. То есть он не приходит на интервью, он не дает большое количество комментариев. Он считает, что нужно выполнять свою работу, а не ходить в СМИ и так далее. Поэтому я, к сожалению, сейчас не смогу вам обещать, что Илья Вячеславович Шульгин будет у нас в ближайшее время в студии. Но кто его знает? Времена меняются, решения принимаются. И, возможно, будет принято решение, раз уж вы говорите, что это человек правительственный, васильевский. То есть Васильев примет решение, что глава города должен общаться с горожанами, в том числе и студией радиостанции, например. Нет, ну вполне возможно, что он сам, став главой администрации города, почувствует, что без этого контакта ему как-то работать будет сложно. Ну, я думаю, что тут еще не забывайте, что мы все обсуждали, что Елена Васильевна тоже пошла в соцсети и зашла на эфиры. То тут, наверное, все равно будет какой-то такой соревновательный процесс. И было бы глупо, если глава города постоянно находится там в СМИ, в контакте. В медиапространстве все время, да. Да, а глава администрации его не слышно, не видно. То есть тут все равно будет определенная борьба между двумя руководителями. То я думаю, что его заставит жесть выходить и говорить, что они тоже работают. Ну, кто его знает. Вон Быков с Перескоковым как дружно жили. Быков общался со СМИ, а Перескоков проводил совещания. Ну, проводил совещания, которые, опять же, довольно-таки хорошо освещались. Они стали открытыми. Они стали открытыми, и его помиля звучала еще не чаще. Не забывайте, что мы провожаем этих двух товарищей. Но это уже прошлое, им всем за 60 с лишним лет, и жизнь поменялась, и мир другой. И они, к сожалению, не самые лучшие были. То в данном случае будем надеяться, что новая команда, она будет совершенно по-другому себя вести по отношению и к СМИ, и в первую очередь к Кировчанам. Но мы пока команды-то не видим. Мы видим командиров. Мы командиров. У нас очень часто бывает, командиры есть, отрядов нет. Вот это главная проблема. Кадрированная полка, как раньше их называли. Вот, вот, и проблема у меня такое ощущение, что нарастает. Но она и будет, конечно. Да, у нас есть спикер на связи, правильно я понимаю, что это Константин Сичихин. Алло. Да-да-да, добрый-добрый день. Костя, добрый день. Член регионального штаба УНФ, член общественной палаты Кировской области, руководитель рабочей группы по контролю за ремонтом дорог. Костя, мы собираем сейчас пожелания Илье Вячеславовичу Шульгину. По-моему, еще и городской депутат, нет? Да, депутат городской думы. Да, мы еще не привыкли. Кто? Привыкайте. Кто? Все про тебя, Константин, мы говорим пока должности. Не-не-не, я не городской депутат. О, не вводите в заблуждение, Дмитрий Михайлович. А у тебя тоже было написано, что городской депутат. У меня не написано такого как раз нет. Ну ладно, ну ничего. Я удивилась. Костя, я знаю, что ты с Ильей Шульгиным общался. В силу того, что занимались, он же у нас по ЖКХ работал, да? И ты, у тебя есть какое-то представление о Шульгине, чего от него ожидать в работе на посту главы администрации и чего бы ты ему пожелал? Ну, по крайней мере, я от него ожидаю крупных перестановок, во-первых, в администрации. Кадровых. Это в лице кадровых перестановок, именно в лице замов ближайших, либо других руководителей направлений, направлений и по ЖКХ, и по строительству. А пожелать, пожелать, ну, вы ранее уже говорили о том, чтобы быть более открытым, открытым для общества, открытым для СМИ. Почему? Потому что все равно работа администрации должна быть видна не только на бумагах, но и на деле. Во-первых, и для граждан должно видно быть, как меняется город. Ну, Константин, вот как здесь уже говорилось, вам доводилось общаться с Ильей Шульгиным, да, довольно-таки так и контактировать. То есть, как вы полагаете, вот это вот дело, за которое он берется, оно по силам, по силам, то есть он способен, вот как руководитель, как человек руководитель именно городом, организовать эту работу? Ну, я думаю, нет, конечно, способен. Конечно, способен, если бы он, во-первых, вы понимаете, он сейчас первый, ну, как бы он зам губернатора, и идти на должность, по моему ощущению, ниже, то есть той должности, которую он сейчас возглавляет. Это осознанно для него, и значит, он верится и силы, и в данной ситуации, и мы ему будем помогать. Главное, чтобы он услышал нас. Услышал нас. Главное, чтобы он слышал. Так, хорошо. Итак, закрытость, то есть хочется, чтобы он был открыт к СМИ горожанам, да? И странно, что ты не говоришь на тему общественных проектов, общественных инициатив. Ну, я как раз и подразумеваю на сегодняшний день, чтобы была открытость. Это, конечно, он слышал и верил в те проекты, которые общественность предлагает. Это такой же проект, это этот же проект Светланы на сегодняшний день, 30 скверов. Он отличный проект, и его надо реализовывать уже не в том виде, в котором он на бумаге, а именно на деле. Понятно, спасибо. Лучше разбирается, понимает, что, ну, как бы глубже задумывается, говорят, что, безусловно, сети, вода и тепло должны быть постоянно. Жилищно-коммунальные. Но это самое главное, что, собственно говоря, должно быть свечи. Я бы еще... Плюс кадры. Нет, я бы еще вот добавил. Вот смотрите, все-таки мы являемся городом Кировом, столицей областного центра, да, у нас сегодня. Мы сегодня видим большой отток молодежи именно из города Кирова в другие города. То мы, говорит, должны и в этом плане подумать, что почему это происходит, и это должно быть проанализировано. Значит, я скажу там основные принципы, почему так происходит. Потому что очень часто общаюсь с молодежью, во-первых, это отсутствие работы. Второе, это фактически отсутствие определенных инфраструктур, которые позволяют сегодня покупать квартиры и вводить детей в школы, в детские сады, в кружки, в парки, в сады и все прочее. К сожалению, город в этом плане очень сильно отстает от наших всех соседей. То в данном случае мы, если хотим город развивать, и чтобы он развивался, и был современным, и молодым, то мы должны в первую очередь обратить внимание на нашу молодежь. Что сегодня современность подразумевает? Мы сегодня не можем прокатиться нормально на велосипеде, да. У нас нет таких парков и скверов, где можно просто было погулять с детьми, чтобы там были созданы условия для них, безопасности, комфорта. Если мы не можем в парках с клещами справиться, у нас клещи ловятся в парках, да, и мы говорим о том, что дети могут в любой момент там заразиться и заболеть, то в данном случае мы сегодня говорим о том, что нам нужен новый взгляд, совершенно нового молодого руководителя, креативного, который видит, как, допустим, на ближайшие 25-30 лет должен город развиваться. Тут уже между собой мы говорили, да, у Ильи Вячеславовича был день рождения, по-моему, там, 3-4 недели назад, да, и я ему подарил книгу «Ли Куань Ю» из третьего мира в первый. Это великий человек, который, в общем-то, строил свою стратегию развития города Сингапура не на 5-10 лет, а на 25-30, и он строил город будущего, и в этом городе будущего хватало и должно было хватать места всем, и пожилым, и молодым, и еще не родившимся. Ты подарил книгу «Ли Куань Ю» Шульгину? Да, 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 я ему подарил, я надеюсь, что она есть, тем более человек, который прожил очень большое время и родился в Казани, а ровно 10 лет назад первый президент Шаймеев дал поручение всем госслужащим эту книгу найти в интернете, прочитать и ее изучить. То есть для него эта книга уже не новая должна быть? Я надеюсь, что он ее изучал и он примерно понимает. Но главная вещь, хочу сказать, что Илье Вячеславович, что он попадает в очень тяжелое время, он принимает город в тяжелейшей ситуации, когда мы видим сегодня проблему с бюджетом, как ты сказал, с федеральным и с областным. Мы видим дефицит полмиллиарда городского бюджета, отсутствие доходной части, потому что все имущество его предшественниками за 10 лет все распродано и роздано своим друзьям и знакомым. То бюджетная часть, которая приносит доходы, она очень ограниченная. Мы видим, как проваливается малый и средний бизнес, значит нет дополнительных налогов, нет налога на прибыль. И очень много всяких минусов, которые, в общем-то, сегодня мы и говорим о том, что человек принимает решение стать главой администрации и работать в очень тяжелое время экономическое. Давайте примерим последний звонок и уйдем на перерыв. Алло, добрый день. Алло. Алло, алло. Не дождался нас? Не дождался. Не дождался. Ну тогда мы будем завершать сейчас, потому что... Потому что время кончилось. Дим, вот то, что ты говоришь, что тяжелое время экономическое. Я хочу сказать еще две вещи. Что делать ты ему с этим всем хозяйством? Каким должен быть человек? В первую очередь быть порядочным и честным, это понятно. И второе, сильным. Потому что мы сегодня говорим о том, что нужна сила воли для того, чтобы принять те решения, которые в ближайшее время будут менять ситуацию в городе Кирове. Это, конечно, кадровые. Потому что сегодня пройдите по городу и любой скажет, что за 10 лет там поправление Быково администрация является главным коррупционным рассадником. Коррупционным рассадником. То это борьба с коррупцией. Это борьба с теми людьми, которые ее туда завели, которые там работают. Плюс принимать какие-то решения, не только кадровые, реформы, которые, может быть, на первом этапе... Все, мы заканчиваем. Мы уже перебрали. Вы готовы помогать ему? Вот Азиз Алиевич говорит, мы готовы. Все, кировчане всегда готовы помогать любому человеку, который хочет наш город сделать красивыми и качественными. Илья Вячеславович, кировчане готовы вам помогать. Сил вам, прежде всего, как говорит Дмитрий Михайлович Русских. Потому что здесь нужно, на самом деле, иметь силу воли, потому что сопротивление будет громаднейше. Все, прерывайся, прерывайся. Еще обсудим доклад Ильи Шульгина, который будет на следующей неделе. Отлично. Спасибо.